Добрый вечер, в студии Екатерина Романова и мой гость сегодня Константин Седов. Костя художественный руководитель проекта «Больничная клоунада», соучредитель автономной некоммерческой организации помощи детям, оказавшимся в тяжелых жизненных обстоятельствах, больничные клоуны. И первый профессиональный больничный клоун России. Надо сказать, что Костя был у нас уже в программе год назад у Ирины Евгеньевны Ясиной и рассказывал свою интересную историю, как он пришел в эту деятельность. Давайте немного напомним нашим слушателям, гостям, как это было. Вот что побудило в первую очередь? Ну, побудило, наверное, глаза детей, когда просто пришел один раз случайно, хотел помочь не как клоун, как волонтер, а ребенку одному, который на сайте висел, который сиротой был, что-то купил, ему понял, что хочется сделать больше, и можешь делать больше. Помимо того, что-то купить, что-то принести, где-то помочь. И так как была вторая профессия, то есть такого лицедея, да, артиста любительского театра, артиста-клоуна, более профессионально, когда уже занимался этим параллельно участием в высшей школе экономики, то как-то подумался, почему нет, почему не воспользоваться вот этим вот... Изначально это было как хобби, да, этим инструментом, для того, чтобы не просто быть волонтером, интересным человеком для ребенка, а чтобы для него быть каким-то, ну, инопланетянином, карсоном, сюрпризом, чудом. Ну, каким-то персонажем. Персонажем, да. И как бы придумать клоуна оказалось легче всего, это было на поверхности, и как потом выяснилось, это было уже развито в Европе лет 25-30 лет назад, а у нас сегодня как-то никак-никак в систему это не преобразовалось. И вот вначале один, один-один с коллегами из театров, с Надеждой помощницей, потом школы волонтерские начали, и потом как-то задавайте организацию, как-то системно к этому подошлось, решил подойти, потому что, ну, несистемно это очень тяжело, несистемно это непрофессионально, это нерегулярно, и это очень тяжело понимается больницами. А если ты это ходишь регулярно, системно, и функции на себя берёшь, достаточно серьёзная ответственность, да, обещал прийти и работаешь уже по указанию врачей с конкретным ребёнком, по конкретному эмоциональному спаду или депрессии, и у тебя получается, ты достигаешь какой-то, в каком-то роде терапевтического эффекта. А это уже, извините меня, термин медицинский, это уже профессиональный. Но ведь это уже стопная реакция получается. То есть сначала ты приходишь с побуждением сделать какое-то маленькое, в общем, массе добрых дел, да, действие, которое оказывает свой сначала эмоциональный эффект, потом и терапевтический эффект, потом это всё, как вы говорите, вырастает в систему, и что-то дальше. Как эта система может жить в этом мире? Ну, эта система живёт только по правилам больницы, потому что она находится в больнице. Она живёт по правилам театральной студии в рамках больницы, когда актёры периодически проходят семинары о повышении квалификации, как бы репетиции, если говорить по театральным языкам, да, проходят ввод в профессию врача с точки зрения знания о болезнях, о санитарных нормах, о санитарном режиме, к точке как бы начальной знания медицинских. И вот в этой системе это начинает существовать, потому что существуют люди, которые сидят за график, старшие клоуны-педагоги, которые супервизируют клоунов, которые просто клоуны. Есть график на месяц, когда клоуны пишут свои даты, соблюдая их на 90%, где-то даже больше. Это оптимальный вариант. И мы можем прогнозировать посещение каждого ребёнка в семи клиниках, даже сейчас уже в восьми клиниках в Москве мы посещаем, а с очередностью не менее один раз в неделю. То есть вы начинали с одной клиники, сначала с самого себя, плюс три, потом, потом десять человек. Сейчас сколько у вас человек работает? Сейчас у нас по России в пяти городах работают 50, и учитывая там декретных у нас отпускников, где-то 55-56 клоунов. То есть вы начали с Москвы, с одной больницы, один. Сегодня это когда вы начали? Это было после Беслана 2004-2005 год. Ну, 2005-2006 вот этого года. 2006 год, да? С 2006-го, сегодня 14-й, 8 лет. За 8 лет вы разрослись и регионально, и в количестве сотрудников, которые занимаются этим делом. И вот в этой связи тогда вопрос, как... То есть это рост, с одной стороны, для вашего дела колоссальный, с точки зрения масштаба, с точки зрения вовлечённости людей, а с другой стороны, как бы маленький в формате общего развития там любого бизнеса, да? Или любого дела. Нельзя это называть, наверное, в категории бизнес. Но, очевидно, это связано с какими-то серьёзными вещами, таким, как, например, отбор и подготовка людей. Какие особенности в вашем действии эта часть занимает? Ну, на самом деле, это... Ну, не то, что каригольные, но это как бы... На начальном этапе это основной момент, да? Когда мне пишут очень много людей, которые хотели бы быть клоуном, но в силу своей профессии они не могут им быть профессионально. И многим кажется, что клоун – это такой очень... Ну, добрый просто человек. Добрый человек, который через клоунский нос несёт детям радость, через доброе сердце. Но это такое, да, такое есть и такое... Но я хотел бы заниматься не этим. Мне этим заниматься неинтересно. Мне заниматься интересно профессиональными актёрами, педагогами, музыкантами, психологами, которые хотят реально не просто веселить, помогать детям, как бы помогать быть праздником. Потому что есть куча прекрасных аниматоров, которые, ну, не могут быть больничными клоунами, потому что они заточены под другое, под праздник. А ребёнку зачастую и в больнице очень редко... То есть не нужен праздник. Просто из-за темпа ритма праздника. Изначально праздник это веселье очень темпо-ритмичное, высокое темпо. А в больнице всё по-другому. Там по-другому. Там это в большинстве случаев устроить тяжело, только конкретные даты. Мы это тоже, правда, делаем, конкретные даты где-то раз в два месяца. Мы устраиваем такие по просьбе фондов наших партнёров праздники. А так это рутинная, тяжёлая, но очень творческая, интересная работа не с группой детей, а с одним ребёнком. То есть индивидуально в палату, в палату, глаза в глаза, два клоуна, один ребёнок, один ребёнок, один клоун. Работа с мамой, работа с врачом очень системная, структурная, но абсолютно свободная в творческом плане, потому что работают с клоуном и как белый-рыжий, и как два клоуна разговорного жанра. То есть под каждого ребёнком... То есть у нас нет как бы шаблон программы, но под каждого ребёнка мы находим подход свой. Причём иногда под одного и того же ребёнка в разное его состояние физическое и психическое мы находим разные подходы. Ну вот напрашивается цитата Патч Адамса, известного доктора клоуна, который уже снискал славу на этом поприще. Цитирую. «У меня всего один зритель, больной ребёнок. Удачное выступление не приносит денег и славы. Наградой служат другие показатели. Улучшение анализов, легче перенесённая процедура, хороший аппетит, улыбка и контакт с людьми. Нет детального сценария, нет дубли, нет режиссёра. Есть только импровизация для конкретного ребёнка с конкретным диагнозом, настроением и проблемами». Это так? В части слов «конкретный диагноз» и «конкретный ребёнок», «конкретная импровизация» абсолютно правильно, говорит Патч. Но в частности того, что эта деятельность в его понимании волонтёрская, и это порыв души, когда тысячи людей ездят по всему миру и веселят детей, работают с ними, зачастую эти тысячи людей при всей их мотивации, энтузиазме не владеют навыками для того, чтобы импровизировать, они не владеют навыками для того, чтобы с ребёнком найти контакт, а просто стараются сами себя детям предоставить. И уже зависит от возраста, когда ребёнок готов это воспринимать, в основном подростки, интересные иностранные клоуны, и когда ребёнок не понимает, что происходит, как и мама, как и врач, и находятся немножко в шоком состоянии, не всегда позитивном шоком состоянии. То есть если говорить про импровизацию, то Пэтч прав. Но если говорить про его подход, в точке зрения волонтёрский, непрофессиональный, он не любит профессиональных больничных клоунов, которые получают за эту зарплату, то в этом плане я как бы придерживаюсь другой точки зрения о том, что важны актёры, профессионалы, фактически это клоуны-реабилитологи, в идеальном случае мы к этому идём, мы не являемся ещё пока реабилитологами, это достаточно серьёзная профессия врачебная. Профессор Цейтлин, в частности, занимается этим ФНКЦ. Но мы пытаемся в лёгкой форме называться такими профессиями, потому что зачастую, как я уже говорил, врач просит нас достигнуть эффекта, и мы его достигаем. Вплоть до того, что ребёнок не плачет на процедуре, даёт послушать себя, делать себе ЭКГ, то есть не истерит, когда ЭКГ сделать нельзя нормально, а отвлекается на клоунов от лечения, да, и ему делает ЭКГ. Так у нас было вот в Центре кардиологии на Ломановском проспекте мы недавно были. Так что... А вот продолжение этой цитаты я намеренно не дочитала. Во многом поэтому в больничные клоуны идут взрослые благополучные люди. Вот здесь есть совпадение? А вот здесь есть совпадение целей. Я бы хотел, чтобы в больничные клоуны шли благополучные взрослые актёры, которым есть что дать, чтобы больничные клоунады не пользовались люди, и, к сожалению, среди волонтёров и гораздо больше, чем среди профессионалов. Хотя и среди профи это есть, когда они используют эту профессию, эту деятельность, как бы так, больничную работу с детьми, как соломинку, чтобы ухватиться, чтобы пойти с себя, чтобы найти смысл жизни за счёт детей. И вот это как раз в этом плане пэтч-прав. Важно, чтобы это были сознательные, состоявшиеся личности, актёры в том числе, которым есть что дать, есть чем поделиться с ребёнком. Но если, по отношению волонтёров, это они могут чем угодно поделиться, там человек-инженер может с ребёнком рисовать какие-то мосты инженерные, то актёр-клоун может поделиться креативом, креативом, развитием фантазии, и толкнуть ребёнка на развитие этой фантазии, этого креатива. И это совершенно другой терапевтический эффект. Не просто занять ребёнка интересным делом, а позволить ребёнку включить, взорвать его фантазию через помощь клоуна, актёра. Но тем не менее, вот при отборе у вас же вы каким-то образом пытаетесь диагностировать этих людей, способны ли они, какие у них истинные цели, там, педагоги, психологи. Как вот этот первичный отбор происходит? Существует тройной отбор. Первый по анкетам. У меня есть вопрос, почему вы стали больничными, хотите стать больничным клоуном. Многие пишут, хотим помогать детям, да. Мы смотрим на наличие опыта, на наличие профессиональных навыков, да. Чем ты хочешь помогать детям? Просто прийти поговорить с ними может любой человек. Любой человек старше них, им будет интересен. Ну, это патронаж. Это патронаж, это как бы любой человек будет интересен, да. Многие пишут, знаете, дети меня любят, дети ко мне тянутся. Дети тянутся, если ты не страшный, и у тебя не босит голос, дети тянутся к любому новому человеку. Любой ребёнок двух-трёх лет, мама для него уже объект знакомый, папа знакомый, новый человек, он будет ему интересен как минимум. Либо он испугается, либо он к нему пойдёт. Потому что это интересно. Это уже не мама с папой. Это открытие нового мира. Поэтому мы первые по анкетам. Далее мы приглашаем людей на собеседование. Мы смотрим в этюдах, в каких-то заданиях их проявления. И это второй отбор. Мы, допустим, и по анкетам, и 100 анкет отбираем. 50 из 50 человек отбираем. 10 на семинарах. И во время семинаров... Ещё идёт отбор. Ещё идёт отбор. Потому что человек, который показал на... Или не показал, но есть какие-то зачатки. У него есть база актёрская. Он, может, покажет. Мы даём ему шанс. И получается, что человек, который актёр, он раскрывается в семинарах, а который шикарно на кастинге себя провёл, он теряется и не понимает, что от него хотят. То, что он, допустим, актёр классической школы, четвёртой стеной, с мизансценными текстом, и он не готов к импровизации абсолютно. Пытаемся раз, два, три, пытаемся разрушить шаблоны, оценки, крики, агрессию. Всё это выявляется. И с этим работаем, если с этим получается работать, замечательно. Мы как бы этим человеком просто гордимся, обучаем, делаем костюмы и запускаем в работу после стажировки. Но это такой серьёзный отбор, который можно сравнить, наверное, с отбором в любую театральную серьёзную стучу. Хотелось бы, чтобы всё-таки это было так, но мы не настолько популярны среди актёров в театральной студии, которые поступают в щуку, в щепку, в хат, где конкурс там бывает от трёх до пятидесяти человек на место. Но у нас нет такого конкурса. И, безусловно, актёры учатся не для того, чтобы быть больничными клоунами, они учатся для того, чтобы быть актёрами в кино и в театре. И, конечно, для актёров, и для всех наших актёров в том числе, это вторая работа. И я, конечно, очень досадую, когда мне пишут регулярно, но абсолютно по правилам они знают. У меня принесли спектакль, у меня премьера, у меня съёмки, и я вынужден что-то менять, что-то переделывать в графике. Хотя я пытаюсь им втолковать. Это тоже работа. И если в театре не умеют работать менеджеры и ставить премьеру или там репетицию вдруг за день, за час, за два, это не мои проблемы, не проблема детей, проблема театра даже, не проблема актёра. То есть, как бы, к сожалению, я могу только пожаловаться на систему, систему репетиционных планов, репетиции в театрах, в наших российских государственных театрах, когда актёр не знает, кто ему будет нужен. Если на съёмке ты пропадаешь на месяц, и ты там снимаешься, это одно, там более это организовано, потому что там почасовая оплата. То есть здесь актёры на зарплате в гостеатрах, и они реально как рабы. То есть хочу, представляю, сейчас репетицию, хочу сидеть тогда. А то, что у него будет другая работа, как бы, это никого не касается. А то, что у него другая работа, которая важна социально для детей, это тоже, к сожалению, не касается ни режиссёра, никто об этом не задумывается. Ну, мне, как бы, здесь актёр полностью подластен. И это мне абсолютно не нравится, но ничего не можем и сделать. Ну, то есть это пример оборотной стороны, но это единственный пример, и не единственный пример одновременно. Есть и другие скрытые моменты, о которых мы поговорим через минутку. Да. И снова здравствуйте. В студии Екатерина Романова и мой гость Константин Седов. Костя художественный руководитель проекта «Больничная клоунада» и соучредитель автономной некоммерческой организации помощи детям, оказавшимся в тяжёлых жизненных обстоятельствах. И называется она также «Больничные клоуны». Мы поговорили в первой части нашей программы о том, как непросто, с одной стороны, Косте далась эта организация, а с другой стороны, как непросто стать «Больничным клоуном» тому, кто испытывает такое желание. И то, на чём мы прервались, это как раз скрытые мотивы. Вот одна история, которую писал Костя, повествует о том, что участники его проекта это актёры, театральные в основном актёры, для которых эта работа является второй дополнительной работой, кроме работы в театре, и они испытывают иногда трудности с расписанием, с планированием, с приходом на смену. Но есть же ещё и в факте прихода этого человека в организацию бывают скрытые мотивы. Вот важная составляющая. То есть вы, насколько вы рассказали, вы веряете человека, пытаетесь его выверить настолько, чтобы он был стопроцентно ваш, стопроцентно больничным клоуном. Какие бывают скрытые мотивы? Я могу сказать, что из 10 человек у нас уже было 5-7 школ, а всегда двое попадают потом. Закончив обучение и шикарными клоуными буднями, быв, они уходят, до будущей, они уходят вдруг в кино. Или вдруг они понимают, что у них появляется театр. И всё. Театр их занимает всё их место, и они пропадают на полгода-год. Мы не сможем с людьми такими работать, они уже забыли всё, что они выучили. Но мотивация... Мы пытаемся самим актёрам эту мотивацию дать, то есть как бы направить. О том, что это постоянный тренинг импровизации. Это постоянный тонус актёрский. Это регулярные семинары, тренинги актёрские по системе. Когда то, что было в институте, они уже не занимаются этим 2-3 года, забыли всё это, и работают в кино, в театре уже как актёры... По шаблону. Шаблоны актёры-ремесленники. И мы говорим им, здесь нет ремесла, здесь нет шаблона, здесь всё свободно, здесь куча вариантов, куча свободного творчества, здесь нет мизанцент и режиссёров, которые на тебя могут что-то тебе указать. Здесь ты свободен, здесь твоя импровизация и твой аппарат живой. И это влияет и на твою актёрскую игру в кино, и в театре. Это только в положительную сторону. То есть мы даём им мотивацию такую, что это полезно для их основной работы. То есть вы даёте им... То есть вы их отобрали, всё, нашли тех, кто вам подходит. Вы даёте им, во-первых, мотивацию не просто какой-то важности этого действия, а ещё и личностного роста, внутренней постоянной работы как актёра. Да. Плюс к этому вы обучаете их медицинской стороне вопросов. Да. Новым техникам фокусов. Новым техникам. То есть мы раскрываем их кругозорно много на уровне медицины, на уровне медицины в больнице, на уровне клоунады, потому что многие актёры вообще их клоунады не знают. То есть это клоунада, медицина, медицина в больнице, очень шокий кругозор. У нас команда, это ещё и такой тимбилдинг. То есть это актёры, все, у них цель помочь детям через их творчество. И, конечно, многие из них говорят о том, что приходят к нам, потому что понимают, что смысла в их профессии, когда они гонят халтуру в театре, не потому что они до входят, потому что так построена система в многих театрах, не во всех, когда режиссёр халтура относится к декорации, то, свет, главное выпускать. Писать, что есть. Они понимают, что они попадают в эту систему, стараются выбиться, играют в массовки, хотя талантливые люди, по сути своей, но пока не могут пробиться. И им смысл их деятельности, если в кино это деньги и известность, то в театре это творчество, это рост. И многие актёры основаны именно на театр, на реальное живое творчество, как в их учебных театрах. Но в реальных театрах этого нет у многих. И они понимают, что они просто, ну, как бы, ну, это ремесло. Это рутина. И когда они понимают, что их деятельность вдруг может быть реально полезна... И может зависеть от них самих. Да. От них самих и полезно быть, то есть как бы смысл, имеет смысл. Их актёрская профессия в клоунаде больничной имеет гигантский смысл помощи детям. Это такой ключик, да, это такой вот способ вводить на ребёнка в позитивном смысле. И получается, есть смысл, как бы, жизни, получается. И профессии жизни. Так что... Кроме этого, вы же ещё их инспектируете. То есть вот они прошли обучение, они вышли на работу. Идёт сопровождение от старших товарищей? Безусловно. Во-первых, стажировка идёт от двух до трёх месяцев. То есть это не неделька-две, это серьёзно. Это 15 выходов. Из них 10 под присмотром клоуна старшего, 5 под присмотром другого клоуна, обычного, но опытного, чтобы были различные мнения. И мы уже ещё после этого решаем, профприконный человек, не профприконный человек. И говорим, да, нет. То есть ещё тут есть точка. Но в основном, как процентов 90 проходит эту, это как бы отбор, уже четвёртый, можно сказать, да. И здесь мы не проставим людей, мы с ними выходим. И раз в квартал в наши регионы, в Казань, в Орле, в Москве, в Петербурге и в Ростове-на-Дону мы ездим и супервизируем клоунов. И в Москве как бы каждый тоже квартал наши преподаватели, у нас есть график супервизии, человек знает, что его супервизирует. И он смотрит. И мы обсуждаем каждого, клоуны видели много раз, разные преподаватели, обсуждаем и говорим, делаем замечания. После выхода потом общее собрание и каждому индивидуально говорим ещё по поводу супервизии. И это очень важно, потому что человек понимает, где надо расти, где проблемы, чтобы... И мы делаем раз замечание, у нас было ладно спорить, второе замечание, супервизия, третье. Если человек не обучаем, не исправляется в течение года, даже 9 месяцев, то мы говорим, что извини, мы делали три раза тебе то, что надо делать, говорили тебе замечания, ты не можешь воспринять их или не хочешь, и ты не будешь на неё работать. Но такого супервизии, которая бы кого-то увольняла, у нас пока не было. Ну, слава богу. А были какие-то необычные истории с приходом-уходом людей, с переосмыслением жизни или вот такие? Были моменты, когда люди очень хотели остаться, им очень нравилось, они не очень хорошие клоуны, но изначально их цель актёрской была театр и кино. Если у них пошла эта волна, ну, разрываться они нельзя, не смогут, у них просто нет времени. Они ходят, хотя они обещали, планировали, срываются один, второй, третий, и уже я раздражаюсь, и я понимаю, что я не прав, что я не могу их требовать, они, как бы у них другой выбор, им повезло, кино, театр, но меня это всё равно раздражает, конечно, как человека, как вдруг я их... Как организаторы. Да. А есть вот девочка у нас ушла в сериалы, сняла в одном сериале, в втором сериале, а сейчас... Вернулась. Вернулась, съёмки закончились, она хочет вернуться, она хочет вернуться, пройти школу, которая у нас будет вот для актёров где-то в апреле, в мае. А как регулярно у вас такие школы? Ну, раз в полтора года. Мы сейчас, мы раньше делали чаще, раз в год, сейчас мы делаем очищённо, потому что у нас уже финансирование как бы подсудилось, и мы не можем расширяться, ну, просто некуда, нету нечем платить, и нет базы финансовой для того, чтобы платить людям регулярно, новым, приходящим. Хотя мы хотели бы новые города открывать, и нас зовут, и больницы, и департаменты, но финансирование на школы это небольшое финансирование, мы можем сделать, позволить себе, но вот на финансирование дальше, чтобы люди имели работу, а не в пустоту людей обучать. Мы пока у нас нет в регионах таких спонсоров нигде. То есть это региональная проблема? Это региональная, если в регионы говорить, и это в том числе российская проблема, когда просто у нас спонсоры сейчас затягивают пояса, сокращают в три раза финансирование, и мы вынуждены экономить, сокращать количество выходов в регионах в частности, просто потому что нам нечего людям платить. А когда у вас состоится следующий набор? По нашим планам, по графику нашему, мы хотели сделать ограниченный, ограниченный набор актеров в апреле, в мае. То есть это будет не больше там пяти-шести человек. Анкеты уже есть, люди пишутся, сайтами от клоуна, все пишут нам. И, ну, я опять же призываю, чтобы это были актеры, педагоги, психологи, музыканты, режиссеры, то есть люди творческих профессий, чтобы мы не ломались, отказывая человеку, будучи, что он инженер. Хотя мы всех посмотрим, есть и гениальные инженеры, клоуны, но пока мне не попадалось, честно скажу. Потом, мы будем учить летом, но у нас летом будет еще, мы понимаем, что Россия богата талантами актерскими, но все актерские таланты сформированы в городах, в столицах, там съемки, там кино, там театры. В Ростове, допустим, три театра, сколько там в Казани, их там пять, ну, не 300, как в Москве. И мы говорим о том, что найти актера в регионах почти нереально, даже нашим партнерам, друзьям, и мы обучаем раз в год у нас волонтерские семинары для волонтеров, то есть 4-3-4 дня мы даем базу, основанную медицинскую, психологическую, актерскую, безусловно, для этих ребят, молодых, от 21-23 лет, из регионов России и СНГ. У нас первый набор был 56 человек, второй набор 87, 84-87, и в этом году мы хотим набрать всех 70 из регионов, мы облачиваем проживание и питание, благодаря высшей школе экономики, и просто просим только их купить билеты туда-обратно, на дорогу, и бесплатных обучаем, стараемся передать опыт всей России и СНГ, чтобы как-то это все отзывалось, и надеемся, что они не совершат никаких ошибок фатальных, которые в итоге потом могли бы заказаться на всех больничных лоунах, то есть мы их учим основам. А вы каким-нибудь образом промоутируете свою деятельность, ищите финансирование, увеличиваете количество партнеров? У нас есть директор Галина, я как-то так спонтанно помогаю, и Ольга, наш пиарщик, и Ольга, наш проектов-координатор, то есть ребята, и Евгений Долберид, наш директор фестиваля «Рыжий», который у нас будет летом, мы все над этим работаем, то есть как бы пишем, пишем письма, пишем в одно место, в другое место, пытаемся как-то познакомить, рассказать, но в каких-то местах отвечают, где-то не отвечают, то есть какая-то рутинная фандрайзинговая работа, но пока она очень тяжело идет, честно говоря. А с какими-то фондами вы пробовали с фондами помощи сотрудничать? В том-то все и дело, что мы сотрудничаем почти со всеми фондами возможными в Москве и в России, просто потому что мы клоуны, а эти фонды работают с детьми, они помогают им лечиться, жить, выживать, а мы с ними работаем как позитивные. Эти фонды ставят праздники, прощают нас, и мы с ними работаем. Но мы никак не можем от фондов получать финансирование, и не должны, чтобы фонды помогают детям лечиться, выживать, лекарства, операции, и так далее. Мы же, у нас проект зарплатный, по сути своей, здоровые люди работают для детей, то есть это профессионалы. И мы устроим праздники против фондов, но дальше дело не идет. А сколько получает клоун? Клоун получает за выход, это как бы даже не зарплата называется, это называется вознаграждение, это издельная труда, 2000 рублей за выход. То есть мы откуда это брали? По аниматорским ставкам, которые есть в Москве, среднерыночные реально. То есть это клоуновый аниматор получает 3,5 тысячи рублей в час за праздник. Наш клоун работает 3 часа ровно за 2 тысячи. То есть... Ну, какая-то средняя заработная плата. Да, абсолютно средняя. Они выходят не более 8 раз, это получается 16 тысяч рублей максимум в месяц. Они могут заработать. Выходят некоторые реже, но в основном все выходят 8, некоторые реже, получается как бы, соответственно, реже они получают. Это в Москве, в регионах гораздо меньше, то есть в половину меньше, потому что там другой уровень зарплаты. А сделать такую работу волонтерской вы не видите возможности? Изначально я пришел от волонтерской работы к профессиональной. Именно потому что волонтер, это прекрасный человек, мотивированный, но не на очень долгий период. Не на очень долгий период. А здесь идет большой процесс образовательный. Образовательный процесс, содержательный, стажировочный, контролирующий, мотивационный. То есть человек получает за это деньги, это помогает ему. Да, это работа. И учитывая, что деньги даже небольшие, когда человек уходит в съемки, он уходит в съемки за 100 тысяч, за 200 и так далее, понятно, что он выберет это. Понятно, что его деньги эти не удерживают. Эти деньги, скорее всего, даже не компенсация за рассаченный труд, а это моральное. Человек получает деньги, и он понимает, что он ответственный. То есть человек... То есть плата за ответственность. Плата за ответственность, да. Мы имеем право требовать, потому что мы платим. Здесь имеет очень большое значение как раз ответственность, потому что работа идет с больными детьми. С какими? Вот что это за больные дети? Какие это заболевания? В каких больницах вы работаете? Мы работаем в 23 больницах России. Это 8 клиник. Было сейчас 8 в Москве. Соответственно, 4 в Ростове. Раз, два, три, четыре, если не путаю, в Петербурге. Две в Орле, две в Казани. То есть достаточно много клиник. По регионам это областные клинические больницы, да? Да, да, да. Центры ожоговые, либо областные клинические онкологические больницы. Вот в Ростове онкологический центр, одеяние онкологии в областной больнице, больница в Оксае, то есть как бы вот эти моменты. А в Москве? В Москве это Каширка, это Балаших онкоцентр, это ФНКЦ МИДМИР Рогачёва, это РДКБ центральной клиника, 8-й корпус мы покрываем, это КАЭМ. Это, я имею в виду памяти, спиранского, день ожоговое. Это деление вот эндокринологии мы были, ну, небольшое, но скоро будет большим, через где-то 2-3 месяца там будет ремонт, и будет уже, то есть объёмы те, которые, то есть приезжать на 40 минут, клоун, пара клоунов, как бы мы сократили этот момент, то есть будем нечасто, но как только у них будет нормальное количество детей, то есть не 9-10-15, а там 30-40, чтобы мы могли это сделать, как полноценная работа клоуна, полноценный день рабочий, то у нас будет там посещаться клоуны, центр эндокринологии в НИИ педиатрии, тоже мы туда ходим, Ломоловский проспект, а теперь что ещё, я забыл там, Морозовская больница, безусловно, и Бурденко, для нейрохирургии, нейроонкологии, на Ямской, Тверской, Ямской. Вы не оценивали никогда общий обход детей, которые... Оценивали, оценивали где-то от полутора до двух тысяч детей, мы общаем ежемесячно, то есть где-то в месяц у нас по России от 130 до 200 выходов, по-моему, да, от 100, если что-то не путаю, 200 выходов происходит в месяц. Соответственно, количество детей от этого мы рассчитываем. Это колоссальное количество. Да, 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 мы стараемся... Ну, мы не боимся за количеством, боимся, скорее всего, за качеством. И поэтому, когда нас приглашают какие-то районы и больницы, понимаешь, что для нейрохирургии там тоже, наверное, нужны клоуны, детям, наверное, там тоже тяжело, это всё очень понятно. Но мы пытаемся констатироваться, имея такие маленькие финансовые и творческие ресурсы, на тяжёлых детях, где мы нужнее, где наша работа будет эффективнее. О детях мы поговорим с вами после рекламы. И снова здравствуйте. В студии Екатерина Романова и мой гость. Константин Седов, художественный руководитель проекта «Больничная клоуна», да соучредитель автономной некоммерческой организации помощи детям, оказавшимся в тяжёлых жизненных обстоятельствах «Больничные клоуны». И мы говорили с Костей о клоунах, об организации, как всё это вызревало, какие преграды, препятствия проходят те люди, которые выражают своё желание прийти в такую деятельность. И, тем не менее, один из очень главных, очень важных, точнее, аспектов этой деятельности является сам зритель, сам ребёнок, с которым идёт работа. Вот есть у вас какая-то история из вашей рабочей деятельности, когда такой клоун принёс очень выраженный терапевтический эффект? Ну, я эту историю уже давно рассказываю. Это была на коширке девочка Мэри, которая увидела меня и такая... Она такая была капризная, при входе в палату я входил, она такая увидела меня и улыбнулась. Она села около трёх супа и не хотела есть. Папу и маму её уговаривали, она говорит, она не ест, она мне жалуется, давай поедим. Она такая, клоун тоже едет? Я говорю, да, я буду есть зефир, вот целая пачка, а ты будешь есть суп. Давай, сказала она. Я начал есть зефир, реально, клоун ест зефир. Вообще-то ничего странного в этом нет, но ребёнку почему-то это удивилось. Для человека, едящего зефир, нет ничего странного, но клоуны, они же не едят. Ну, наверное, не едят, думают дети. Ребёнок начал есть суп, и мы как бы начали соревноваться, кто быстрее съест зефир. Я, конечно, обожрался. Ребёнок съел суп, я ушёл, всё нормально, очередной неделе папа такой плачущий, как он подходит. Ребёнок начал есть, мы пошли на выздоровление, она до этого месяца не ела. Я говорю, спасибо, буду гордиться собой, спасибо большое. Ничего, что обкушался. Да, спасибо, даже рад, есть повод. Ну, вот такой был пример жизни. Это лет 5 назад ещё было. А так потихоньку, вот буквально недавно, да, деление, мы идём из отделения гастроэнтерологии в больнице, в отделении кардиологии, куда нас пригласили за ведущим отделением, и видим плач, ребёнка написано ЭКГ. Ребёнок плачет вообще там. Мы такие, стоп, зайдём, заходим, там 5 врачей около одного ребёнка, она плачет, они её успокаивают, видишь, что отвлекают её куколкой, и хотят её отвлечь. А она плачет, а они не могут ей делать ЭКГ, потому что ребёнок плачет, и всё, и сердцебиение не носит, ну, нечистый этот анализ будет. Ходим мы, смотрим, ребёнка ещё не видно, он за ширмой, вижу лицо врача, я так выжидаю, типа, я не нападаю, я хочу помочь, вижу, что не процедурно это явно, хотя мы там тоже работаем, но не во всех, врачи ещё нам не всегда доверяют. И мы входим, два клоуна, видим ребёнка, сразу работаем на нём, через три секунды ребёнок привлечает наше внимание, замолкает, пять секунд приходит процедура, она нас смотрит, они снимают, пять женщин, взрослых врачей, выдыхают, улыбаются нам, хотя вначале они были напряжены. Но они были суровы в процессе. Мы работаем, клоуны пришли мешать, оказывается, клоуны пришли помогать, мы ребёнка одеваем, мама одевает, мы с ней работаем, она не плачет, её уносит из КВТ-КГ, врачи говорят, спатье вам большое. Приходите ещё. Да, мы там, мы минут 15 не мучились. Оказывается, это так просто. А часто бывают такие откровения у врачей? Ведь ваша деятельность, она достаточно новая всё равно больница. На самом деле, вы знаете, врачи, в частности, в РДКБ, на Каширке, в НКЦ, во всех клиниках Морозовской больнице, к нам относятся очень позитивно. То есть мы буквально вне работы, мы друзья со многими врачами, молодыми врачами, женщинами, мужчинами. То есть как бы это такое, когда ты работаешь уже 8 лет в больнице. Это уже такое комьюнити. Да, комьюнити. Ты уже не приходящий какой-то волонтёр, который обещал и не пришёл, и ты раздражаешь тем, что ты приходишь, снимаешь себя на камеру, а хотят здесь работать люди. Мы уже как бы комьюнити с врачами, и это, конечно, очень важно для нас, потому что врач, принимая нас как друзей, готов к нам даже поиграть. По-другому реагирует. По-другому с нами реагирует. И, конечно, мы дружим. А врачи часто подыгрывают? Они рядом с вами находятся? Они готовы, зная нас, зная, что мы не скахмим, не обрём их водой, не будем им против прическу, зная нас как друзей, понимают, что нам можно доверять, они как люди понимают. И они играют с нами в игры. Но этого мало. Они на более каком-то ментальном, даже научном уровне говорят какие-то интервью в интервью, о том, что даже я не знаю, там, клоун увеличивает мотивацию ребёнка на выздоровление, говорит врач-имонолог в одном интервью. Профессор Карачевский говорит то-то, то-то, то-то. Елена Валимовна Плевиченко говорит одно. Слана Васильевна Варфоломеева другое. Профессор Мощан третье. Ольга Григорьевна Желудкова четвёртая. То есть они в своей профессиональной деятельности используют как пример тот процесс, который вы осуществляете в больнице. Как один из способов помощи, вот такой превентивной помощи. Или, наоборот, они своей профессиональной деятельностью описывают нашу работу, и она оказывается такой прямо такой важной, кажется, что ух ты, я этим занимаюсь. Спасибо, профессор, очень приятно. И мне кажется, они не врут, они просто говорят то, что они думают, просто научным языком. Это очень приятно. Мы прямо записываем. Что сказал Ваганов, главный врач РДКП про нас? И у нас есть прямо вот он сказал это его цитата. А много у вас отзывов от врачей? Ну, если бы мы сдались целью, у нас было бы сотни. А, ну, мы цель не сдаёмся, чтобы врача уже не донимать. Это не его работа давать отзывы. А клоунаде. Но вот Дмитрий Тович Литвинов, наш друг и учредитель, он отзывается о нас. Ирина Анатольевна Новичкова, она тоже как бы раз говорит. И мы все это прислушиваемся, и понимаем, что человек реально думает. Мы же не даём текст. Вот скажите про нас вот это, пожалуйста. Нет, это само собой. Чек сам формирует. Но тем не менее, есть у вас среди отзывов и отзывы родителей, наверное, они составляют большинство на вашем сайте. Ну, действительно, родители, они рационально подходят к этому. То есть как бы, есть вот, одна у вас в Фейсбуке, мамочка написала про ребёнка, когда она была рада, что его уже из реанимации отпустили, домой, потому что он неизлечим, и она просила, всех благодарила, что наконец-то её отпустили, чтобы он нормально, спокойно был дома. И она говорит, и она мне пишет потом в комментарии, Константин, спасибо вам большое, что так и так, что вот я вспоминаю вас, и ребёнок мой улыбнулся вам. Тогда-то, тогда-то, тогда-то. Может быть, это был не я, потому что у нас было много клоунов уже в то время. Она говорит, может быть, не вы, но спасибо вам большое, что вот клоуны приходили, и дети им улыбут. И ребёнок мой улыбнулся, он улыбался никому, не мне, не врачу, а вот улыбнулся именно клоуну. А улыбка – это вот одна из таких первых в тяжёлых случаях болезней, да? Это первая реакция. Ну, вы знаете, я бы не сказал, что первая. Это, скорее всего, третья, четвёртая. Первая – это просто взгляд, открытие глаза. И когда ребёнок не пугается и не отворачивается, а просто смотрит. Внимание. Это внимание. Потом идёт реакция, интерес. Интерес. Потом уже, если это интерес, переходит в какую-то эмоцию, в любую. И так далее. Или в улыбку. Это уже третья, четвёртая. Это уже сама эмоция. Да, сама эмоция пошла. И улыбка – это одна из... Одна из сотен эмоций ребёнка, которые клоун пытается выразить. Иногда будет агрессивная эмоция. Это тоже хорошо, когда клоун вводит на этого ребёнка, чтобы ребёнок привёл агрессию. Главное, чтобы была реакция. Да, реакция есть, ребёнок выкладывается, агрессия выходит, и он уже меньше злится на маму и на врача. А клоуну, по идее, как с гуся вода, ушёл, отряхнулся и дальше пошёл. Вот одна из историй с вашего сайта. Цитата из письма. Вам, думаю, уже много раз говорили о пользе вашего дела. И всё же скажу своё мнение. Первый раз о вас услышала от дочурки, когда мы ещё только поступили в отделение онкогематологии. Насте тогда было дико плохо и больно. Доча целыми сутками лежала носиком в стену, не хотела ни общаться, ни даже мультики смотреть. И вдруг она словно ожила. Мама сказала, что в палату приходили клоуны. И мы поняли, что к ней приходил кто-то настоящий. Потому что доча очень чувствительна. Обмануть её чувства невозможно. Если не захочет улыбаться, ни за какие ковришки не вытянешь улыбку. А вам удалось. И вы уже в тот день заочно стали для меня большим другом. Это круто. В хорошем смысле слова. Все ваши контакты с детьми, они так радуются совершенно неподдельно. Вы искренне и талантливо веселите и лечите людей. Очень много важных фраз в этом одном небольшом посте. Настоящий. Вот это слово. Оно очень важное. Ведь кто-то настоящий для ребёнка – это целая жизнь, целый огромный мир. Не захочет и что-то сделает. Стать большим другом. Вы искренне и талантливо лечите людей. И самое главное – лечите, казалось бы, будучи клоуном. Вот вся эта история вокруг той деятельности, которую вы оказываете, она в вашу жизнь добавляет смысла? Безусловно. То есть я думаю, что это один из основных мотиваторов лично мой. И мотиваторов моего формирования, моего смысла. Потому что если бы это было… Я уверен, что из ста человек человек 5-7 родителей могли бы быть чем-то недовольны, что-то где-то не так мы сделали. Это тоже как бы факт. Но в основном люди пишут искренне спустя какое-то время, понимая наш результат и какое-то, чем мы достигаем. И это очень приятно. Понятно, что если бы не было никаких обратных отзывов, было бы гораздо тяжелее работать в тишине. Как сейчас? Есть реакция? Нет реакции. Она есть моментальная здесь и сейчас. Но потом, как она перерождается, да? Вот ребенок рассказал папе. Ребенок рассказал папе, переключившись со стенки на эмоции. То есть момент того, что настоящий, мы пытаемся… То есть изначально нет шаблона, да? Если ты клоун, который ничего не знает, значит, ты клоун, который ничего не знает, ничего не умеет. И вот с этим дураком ты приходишь к ребенку. И ребенок начинает тебя вдруг учить. И ты начинаешь у него учиться, потому что… Ну, серьезно, честно, потому что ты ничего не умеешь. А ребенок умеет. И ребенок влияет в волю, потому что впервые в больнице, может, и во всей жизни, есть человек, который будет его слушать. Это будет не собака и кошка. Это будет живой, большой взрослый человек, который клоун, которого можно повоспитывать, поругать, где-то с ним поиграть, где-то сказать «да», «нет», где-то сказать «ой-ой-ой, ты не прав». Где они могут с проекцией того, что ими управляют, и они от кого-то зависят, они могут «опа, кто-то от меня зависит». Я могу проявить свою волю, и человек скажет, допустим, я скажу «не хочу, чтобы ты входил». Клоун не войдет. Реально не войдет. А не будет там «да ладно, чего ты, не ломайся». Не хочет ребенка – не войдем. Никакого навязывания. Поэтому это тоже мотивация. Но уже для ребенка. А вот вы упомянули, клоуна все равно отряхнулся и пошел. Вот этот момент поподробнее. Ведь понятно, что это легко сказать. Да, легко сказать. На самом деле с этим работает психолог наш, штатный Алена Кизина, который очень четко пытается выяснить о том, что мы можем, что мы не можем, на что мы рассчитываем, какие у нас ожидания, чтобы они были оправданы, чтобы мы понимали, что мы не врачи, не боги и не спасатели, а всего лишь клоуны, которые могут помочь здесь и сейчас. И если даже мы вызвали агрессию, эта агрессия направлена на нашего клоуна, а не на нашу личность. И именно поэтому мы как раз и ездили в эту Голландию нашу любимую, обучались именно поиску образа клоуна, чтобы разделить себя, Костя, и моего клоуна, допустим, рыжик. Потому что рыжик может обидеться как клоун, но как клоун на агрессию ребёнка. А Костя обидеться не может. А Костя обидеться не может, потому что Костя нету в этом плане. В палате есть нос, грим, маска, и есть рыжик. А если ты обижаешься, иногда ребёнок так попадает или придаёт какую-то физическую агрессию, что он же бьёт не рыжика, а твоё тело, тебя. И ты вынужден выходить из образа. И тяжело воспринимаешь это, но пропуская это, когда ты не строишь пирамиду обида, агрессия, обида, получается, агрессия, обида, вина. У ребёнка вытекает вина. Зачем ребёнку вина из-за того, что он обидел клоуна? Он и так чувствует себя виноватым, что он болеет. Поэтому клоун играет обиду как клоун, но как человек он не обижается. Потом, выходя из палаты, есть психологический момент, когда ты можешь расснять нос, потому что если обидели тебя, тебе больно, допустим, то у меня 20 палат, дети впереди не виноваты, что ребёнок на меня агрессию вывел, и она дошла до меня как до человека. Я выливаю эту агрессию внутрь, мусорного ведра, выкидываю его, прям реально, визуально это делаешь, и идёшь дальше. Постепенно это помогает. Кому-то нет на целом этапе, кому-то нужно больше проговаривать. Это практика. Это психологическая практика. Это надо тренироваться серьёзно. Получается вообще у ребят, кто с вами работает? Ну, на самом деле, проблема немножко раздута, потому что агрессия ребёнка... Ну, это частный случай. ...настолько редка, что именно такая, которая пробивает физическое. Это бывает раз в год. А если взять другую сторону? Да. Ведь тяжело и больно смотреть на больных детей. А вот тут как раз включается клоун, который... Не видит в ребёнке больного. Который не видит в ребёнке болезни. Он видит ребёнка, его глаза. Даже этажок в отделении. И там сохраняется глаза, какая бы ни была внешность. Он видит ребёнка, его глаза. И с ними он работает. Для них он работает. Для его души, для его глаз. И тогда многие проблемы уходят сами по себе. Ты не врач и не лечишь. Ты не спасаешь. Опять же говорил про психолога. Да, он нас этому учит. Ты здесь и сейчас, чтобы быть ему интересным. На какой-то момент времени. Возможно, в нужный момент. А вдруг в ненужный. Вдруг он хочет в туалет, и ему тяжело сказать. И ты должен поднять и уйти. Или тебе скажут, что ты должен не обидеться и уйти. Вернуться позже или через неделю. То есть всё это происходит и сейчас. Ты понимаешь, нужен ты здесь или не нужен. Полезен или не полезен. Насколько ты можешь поднять его на настроение, чтобы потом бешеного ребёнка не оставить в палате с мамой, а сам ушёл. То есть тут всё... Очень много граней. Да. Бывает выгорание клоуна? Бывает, как на любой профессии. Выгорание клоуна, безусловно. Зачастую я не очень понимаю людей, которые говорят, я выгорел, я устал, я не могу. Такое строение характера, я не понимаю, когда человек работает полгода, я не понимаю, как человек может полгода выгореть. Если, конечно, он совершенно неправильно работает, и с каждым сближается, и следит за историей каждого ребёнка, и похоронит каждого ребёнка. Это, если случается летальный исход, да, это, конечно, нарушение морально-этических норм больничного клоуна и кодекса, и ты так долго не проработаешь. Но я не как бы... Но в основном идёт какой-то момент такой, знаете, ну, я устал, я выгорела. Я в театр пойду. Вот, я хотел сказать, пойду-ка я в театр. То есть скрытый, тот самый скрытый мотив. Скрытый мотив, когда я всё-таки выбираю театр, считаю, что меня приглашают в театр такую-то роль, или в кино, а дальше ещё кино, ещё кино, ещё кино. Конечно, человек выбирает кино. Но просто скажи честно, я таки, что это кино, а не то, что ты устал и выгорел. Мне кажется, это немножечко лукавство. Если человек возвращается, возможно, что он действительно ушёл в кино, и, может быть, и сильно устал, и выпало кино, и попало. То есть я не могу человеку дать в душу. Ну, это сложно. А чего больше? Вот таких уходов в кино или возвращений? Возвращения пока будет одно. Уходов в кино было шесть. Ну, какая статистика? С концами, да. Вот скоро будет одно, девочка вернулась. А шесть ушло в кино, в театр, в глубокий театр. И даже не шесть. Раз, два, три, четыре, пять. Семь. Семь. Да. Я знаю, как что-то поимённо. Для вас это потери? Для меня, как для человека, да. Для... Это не должно быть потери. По сути, для худрука, для руководителя есть система команды. Вложены силы, обучение, стажировок, контроль. Но мы же сразу говорим, понимаем, что... А получается, знаете, какая вилка, да? Получается, что мы должны набирать актёров, которые не очень талантливы, которые не возьмут в кино и в театр. А это не очень хорошие клоуны. Странно, да? Мы же хотим брать хороших актёров. Хороших. А хороших предложают. А хороших актёров и предложают в кино и в театр. Вот в чём суть-то. И у нас есть ребята, которые уже педагоги, вот Оля Ларионова, которая у неё нет сейчас в театре работы, но она настолько много делает для организации, что она у нас в штате, и она у нас работает, и мы стараемся её не потерять ни в коем случае. Наше основное, это моя правая рука, есть Вадим, есть Ольга, и вот Ларченко Вадим и Ольга Ларионова, которые мы с ними работаем, делаем новых педагогов. Вот есть Давид, есть Саша Кудрявцев, Варвара Иванова. Новые будут. То есть есть у вас костяк, команда? Костяк педагогический есть, но ещё больше есть... Мы никого не отторгаем, типа, ну ты обычный глоун. Есть ещё больше команды, это вот ваши 55. Наши 55, мы собираемся один-два раза в год на семинары каждого, супернизируем каждого, каждый квартал, то есть как бы стараемся ниточку протянуть, чтобы не просто обучить и бросить. И тогда люди просто растворятся. Вы общаетесь кроме семинаров, кроме обучающихся процессов? Вы дружите с семьями, отмечаете дни рождения, праздники? Зачастую дружат, ребята дружат с семьями, дружат творчески, общаются вне, и это абсолютно актёрская... У них общая среда, и я с ними общаюсь. То есть в этом плане абсолютно всё с этим билдингом нормально. Мы друг друга так не бесим, потому что мы общаемся только два раза в неделю, поэтому очень хочется многим общаться и вне работы, остальные дни. Это замечательно. А вы делитесь друг с другом историями? Ведь каждый такой поход — это же история. На самом деле мы сейчас вводим в нашу практику, чтобы обсуждать с партнёром выход, чтобы не было «ой, нормально», «ой, плохо», «ну, да, мы не потянули» и так далее. Понять проблемы, мотивы, какие-то зацепки, акценты заставить, чтобы дальше было лучше. И сейчас это важно проговаривать после работы, и мы это делаем. Но раньше, может быть, это было меньше, у нас есть форум, где ребята пишут отчёты, и они пишут не свои эмоции, негативные, позитивные, и если надо, зают вопрос. И на них может быть какой-то опытный клоун, коллега из другого города, потому что это общий интернет-форум закрытый, либо я и так далее. И подсказать, помочь что-то разъяснить. Да, 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 да. А в вашей личной жизни? Да. Вот эта деятельность, она всё поглотила вас полностью? Вы бы изменили что-то? Это деятельность, которая... Это моя жизнь, да. Я бы ничего не хотел менять, я бы хотел только развивать, развивать. Есть, конечно, мысли как-то дальше развиваться самому, как клоун, безусловно, потолок уже давит, как бы хочется учиться, учиться у зарубежных, у наших, как актёр, как клоун развиваться, профессионально хочется. Но, то есть, я бы говорил, будь я человек какой-нибудь другой профессии, я бы, может, переехал бы в другую страну, если бы мне там была работа. Но с моей профессией я не хочу, я не имею права перечать, потому что дети болеют здесь, здесь им тяжело лечиться, им нужно больше внимания, то есть, потому что система, конечно, отлажена, медики работают как могут, но всё равно система советская даёт о себе знать. А вы чувствуете себя героем? Ой, когда много раз говорят, что ты герой, начинаешь чувствовать себя героем, но это какая-то такая звезда. Её очень легко поймать, и, конечно, тогда ты один, звезда, а мне директор говорит, Галина, что это не очень честно, потому что уже команда, то есть работает команда. Я вот не уверен, что тогда мама, которая делала этого клоуна, это был я. Она думает, что это был я, потому что в её понимании, большинство клоуна — это только я. А это далеко уже не я. Это один из 55. А это уже один из 56 клоунов. Среди нас есть и высокие, и такие костюмы, похожие на меня, и разные другие костюмы. И эти люди работают на славу, то есть как бы работают на... Ну, честно работают. И поэтому, да, есть лидер у них, это я. И мне хватает слова «лидер». Харизматичный, там, с ошибками, не с ошибками, но лидер. А герой, наверное, это человек, который... Ну, вот спасатель. Он герой, он спасатель, спасает жизни. Рискуя своей. Да я своей жизни не рискую, безусловно. Доктор, который спасает жизнь. Который регулярно спасает жизни, имеет собственные семьи, да. Ну, у него геройская работа. Человек, спасший из водоёма кого-то. Да, из огня. Из огня. То есть есть риск для жизни, когда ты можешь не пойти на это, но идёшь и, рискуя своей жизнью, спасаешь. Я не рискую своей жизни. Ну, вот просто в нашем восприятии героизма это те люди, которые там в повседневной жизни, либо в какой-то критический момент проявляют вот эти вот действия, да, по спасению чьей-то жизни. Но ведь вы же тоже, пусть это не такое вот глобальное спасение какой-то конкретной жизни здесь и сейчас, хотя, как сказать, но в какой-то момент тот пусковой механизм, тот запуск, который вы даёте ребёнку на веру в себя, на проявление воли, на попытку найти жажды жизни внутри себя при наличии тяжёлого заболевания, это ли не героизм? Ну, опять же, это хороший поступок, помогающий людям, но это делается не на надрыве, а так мы строим систему, да, это делается профессионально-системно, и, то есть нельзя быть героем каждый день. Мне кажется, нет такого человека, который герой каждый день. Это можно сойти с ума. А мы работаем, я работаю там 3-4 раза в неделю, мои коллеги 2-3 раза в неделю работают. Ну, это же не каждый день ты герой, понимаете? Ты можешь быть героем какого-то маленького эпизода, когда ребёнок перестал плакать в ВКГ, когда ребёнок начал есть. Вот это маленький какой-то, причём ты даже не знал, что это какой-то поступок какой-то, ой, мега-полезный для ребёнка, ты не знал об этом, а он случился. То есть такой не знающий ничего, о чём герой. Но, скорее всего, это не герой, это не героизм. Это, по мне, такая христианская помощь ближнему, когда человек помогает ближнему и пытается жить по каким-то заповедям, которые важны для него. Вот такой добрый, большой и зачастую с носом Костя Седов, художественный руководитель проекта «Больничная клоунада» и соучредитель автономной некомической организации помощи детям, оказавшимся в тяжёлых жизненных обстоятельствах «Больничные клоуны», был сегодня в нашей программе со своей абсолютно нормальной, повседневной и никак не героической жизненной историей. Спасибо, Костя. Спасибо.